Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, и для начала попрошу подписаться, поставить лайк данному видео. Я рассчитываю на вашу поддержку и очень хочу соревноваться с мастодонтами ютуба, касающиеся блица. Спасибо вам большое за благовременно. Итак, за 11 тысяч предлагают нам приобрести Лорейнку 40 тонн и АМХ М4-49. Два камуфлюжа в комплекте, аватар, X5 в количестве 15 штук на каждую из данных машин и открытое все оборудование. Но, ребят, я не готов разбивать свою золотую копилку и вам не рекомендую это делать, если вы щепетильно относитесь к выбору танков, ну и дорожите своей голдой и хотите потратить ее с умом. Давайте будем говорить сразу по поводу каждой из этих машин. Почему я не хочу себе брать что одну, что вторую, более подробно скажу чуть позже, пока просто заценим технические характеристики по машинам. Пола Рейки 40 тонн, обалденная машина в отношении подвижности, все классно, все супер, вопросов нет. И у ВНы у нее вполне нормально, и в бою она вполне себе бодренько чувствует, перебегая по карте. Но, ребят, есть несколько проблем, из-за которых я не хочу брать себе лорку. Это время перезарядки магазина в 21,5 секунду заявленные. Да, можно улучшить, но в любом случае, ну, как бы не короче 20 секунд будет у вас КД. И эти 20 секунд в бою с вашей картонностью, а это действительно сущий картон, к этому вернемся чуть позже, вам необходимо пережить. И пережить, ребят, ради чего? Ради того, чтобы через, там, 20 секунд быть готовым нанести еще 900 урона, по-моему, на другом танке, который перезаряжается, пускай даже через каждые 10 секунд отбрасывает свою альфичку, вы все равно больше в бою сможете сделать. Да, я согласен, что есть мало танков, которые каждые 10 секунд бросают по 450, но даже если вы будете бросать по 300, ребят, через каждые 8 секунд, это все равно гораздо прикольнее и интереснее, чем 900 на лореньке и потом 20 секунд пытаться где-то выжить. Но это мое скромное субъективное мнение. Что касается второй машины, которая идет в комплекте, здесь для новичка немножко поинтереснее будет. Здесь действительно есть броня, я с этим спорить не буду. Когда вы стоите вот так вот, тут очень-очень хорошо все забронировано, маленький нижний бронелист, который не такой уж и слабый, как мог бы быть. Но подробности по броне, как и в отношении лорки 40 тонн, мы обсудим чуть-чуть попозже. Что касается орудия. Орудие здесь, я бы не сказал, что оно какое-то выдающееся. Да, оно чуть лучше, чем у многих машин на восьмом уровне, у премиумных в чем-то. Но в целом оно не является прям вау-вау-вау. Смотрите, 2000 ДПМ, да, окей, он в принципе реализуемый. Но, ребят, время перезарядки и альфа ничем не выдающееся. А вот что меня действительно смущает, так это то, что на этой машине стоит время сведения в 5 секунд. Да, пускай вы можете его улучшить, но все равно бодреньким это не будет однозначно. И почему это плохо? Да потому что на этой машине придется отыгрывать на маленьких расстояниях. На больших расстояниях, вот таким вот долгим сведением, вы будете чувствовать себя однозначно дискомфортно. Я встречал АМХ в виде своего соперника, и прям какого-то там впечатления на меня в виде соперника он особо не произвел. Сейчас пойдем посмотрим, как эти машины выглядят в виде брони. И вот смотрите, что собой представляет тот же самый танчик 40 тонн лорка. Полное, полное отсутствие чего-либо напоминающего хоть как-то броню. Кто-то скажет, что это средний танк, но, ребят, это же нелегкий в конце концов. Хоть что-то здесь должно быть. Размеры у этого танка, извините, не такие уж и маленькие. Это стандартный по размерам средний танк. И это реальный магнит для фугасов. Особенно любят фугасы кидать вот сюда вот. Потому что, когда вы закидываете сюда, под башню, то, соответственно, допустите голову в конце концов. Вот сюда вот, когда вам закидывают фугас, у вас урон уходит как в башню вот сюда вот наверх, осколки уходят, так и сюда вниз. И довольно-таки неплохо порой критуется данная машина. По бортам, по морде лица, короче говоря, везде, ребят, пробивать будут только так. Поэтому отыгрывать на данной машине прям бодренько и весело получится далеко не у всех. И поскольку я не любитель картонных танков, я люблю машины живучие. Это первая причина, по которой я не хочу себе Лорейн 40 тонн. Я взял для примера, для сравнения, Дефендера МК-1. Спросите, почему? Да потому что Дефендер МК-1 это вторая машина на восьмом левеле из средних, которая обладает барабаном именно на четыре снаряда. Есть еще Лорейн 40 тонн какой-то там бесстрашный или бессмертный, не помню, честно говоря. Давайте Лорейн интереса посмотрим. Да, вот, бесстрашный. Но, ребят, это тупо, тупо то же самое, да, там чуть-чуть где-то улучшено и на продажу оно не выпадает. Поэтому убираем сразу со списка и давайте будем сравнивать двух вот этих товарищей. Потому что Дефендер МК-1, он периодически вылетает на продажу. И смотрите, насколько Дефендер МК-1 веселее и интереснее. Лучше заявленный ДПМ. Пробитие выше. Да, пускай чуть ниже Альфа и, как бы, казалось, что 35 единиц это типа много. Но нет, ребят, здесь практически 11. А если вы улучшите, то будет 11 полноценных выстрелов в минуту против 8 у Лорки 40 тонн. При тех же 4 снарядах в магазине, ребят, и перезарядка барабана здесь 16 секунд, а здесь перезарядка 20 секунд с половиной. Это я говорю еще раз с учетом того, что вы там будете улучшать и так далее. Сведение уже лучше. Разброс ничем не отличающийся, по-моему, даже чутка получше будет. Есть УВНы, которые более интересны. И что самое парадоксальное, что у Дефендера МК-1 есть, ребят, броня. Это тоже средний танк, тоже на 4 снаряда, да, пускай менее подвижный. Но, ребят, есть броня. Здесь все желтое. Я даже боюсь называть цифры 75 с учетом приведенки. В башне там, блин, я найти не могу твердое место, но пускай 78. Здесь в башне 256 с учетом приведенки 302. 254 без приведенки. Кепка, которая, ну, тяжело выцеливается из-за размеров и слабо пробивается. 170 миллиметров брони. И даже если смотреть на нижний бронелист, тут все равно хоть что-то есть. И даже если вы начинаете как-то там вот так вот отыгрывать, то все равно башня у вас остается рикошетной. Что же касается лорки 40 тонн, здесь вам это, ребят, объективно не светит. Теперь давайте посмотрим на АМХ. Давайте посмотрим сначала на броню. То, что я говорил, базара нет. Здесь действительно есть, есть броня, ребят. И, ребят, она действительно прикольная. То есть можно вот здесь вот этим танковать. Вот это вот имеет хорошую приведеночку, да. То есть вот эти вот скосы башни с приведенкой практически 400. Это крутяк. Вопросов нет, ребят. Не спорю. Нижний бронелист, как я уже говорил, на макетике, на вот этом кажется большим. Но в реале он действительно, ну, так расположен и таких размеров, что необходимо еще правильно подобраться к АМХу. Либо он должен лохануться, чтобы начать нормально в нижний бронелист сюда его пробивать. Но, ребят, поскольку у данной машины, как я уже говорил, довольно-таки большое время сведения орудия, вам необходимо будет отыгрывать на более-менее ближних расстояниях, а то ли вообще в каких-то клинчах. И здесь, ребят, шутку злую с вами сыграет несколько вещей. Первое. Вот это офигенски огромная и крайне картонная комбашня, которую все тупо выцеливают и все тупо пробивают. И плюс к тому, те ребята, которые не хотят с вот этим мучиться и имеют хорошие фугасы, они, ребят, будут бить вас вот сюда вот. Они будут бить вас там, где 45 миллиметров брони. И вы спросите, каким образом? Очень просто. Они будут целиться вот сюда вот, между башней и корпусом. Если между башней и корпусом грамотно закидывать вот сюда фугас, то, соответственно, урон залетает вот сюда вот в башню, там, где 30 миллиметров брони. И вот сюда вот вниз по корпусу, точнее, не вниз, а в верхний лист, да, корпуса, там, где 45. Фугасы вас любят только так. Поэтому на коротких расстояниях отыгрывать на данной машине не так уж приятно, особенно если ребята знают про фугасы и куда их бросать. Я, честно говоря, когда с АМХ сталкиваюсь, вот так вот лоб в лоб, именно фугасами его и разбираю. Что касается бортов, здесь, да, есть, согласен, на башне скосы довольно неплохие. Можно вот так вот ромбом там отыгрывать довольно неплохо, но, соответственно, если вы бортом будете поворачиваться, здесь картон. Короче говоря, из вот этих вот мелких нюансов и состоит причина, по которой я не готов отдавать свою голду за эти машины. Давайте сравним АМХ с подобными, ну, или почти подобными машинами, которые я решил выбрать для сравнения. Я убрал те, которые барабаны, я убрал машины, которые с задним расположением башни. Я выбрал те машины, которые действительно похожи. Я убрал, допустим, того же самого ActionX, который перезаряжается просто, что чума. Он реально там имеет скорострельность просто бешеную, да, пускай меньше у него альфа, но все же скорострельность там реально решает. Что касается сравнения с вот этими вот машинами. Обратите внимание на то, что, да, действительно, ДПМ у АМХ круче, чем у остальных. Альфа, ну, я бы сказал, допустим, что у того же Кейлером довольно приятнее, и у КВ-5 тоже гораздо приятнее. И стоит отметить, ребят, что не только одной альфой, временем перезарядки и, соответственно, ДПМом живет танк. Танк тяжелый, живет своей броней, живет своей подвижностью. Подвижностью машина не отличается существенно от других, если не брать, в пример, старика Лёву, который действительно имеет, ну, существенно ниже скорость передвижения вперед. По доходности, ребят, абсолютно такая же машина. По результативности 52% против 57% у Кейлера, против 58% у Акулы, и против 54% у КВ-5, тоже старичок, которого тоже продают не за сильно большие деньги, кстати. Что касается брони АМХа, мы обсудили, а теперь давайте сравним его, допустим, с той же Акулой. Вы видите существенную разницу между ними? Бронированная комбашня, довольно рикошетные скосы и их огромное количество. Зализанная башня, огромный красный пятак вот здесь внизу. Да, действительно, можно попытаться как-то выцелить вот сюда вот фугасом, но опять-таки, ребят, здесь у нас 45, как у АМХа, но вот это расстояние здесь гораздо меньше. Ну, просто на макете это не настолько хорошо видно. Хороший бронелист верхний, ну, а если умеете прятать нижний бронелист, вообще счастье. Вы можете поворачиваться вот так вот, и вас все равно не будут пробивать даже в заднюю часть башни. У вас хорошая броня, приведенная, если вы ромбуете. И это, ребят, Акула. Да, дороже, но она интереснее, она веселее, и она гораздо более живучая. Кейлер. Это вообще существенно отличающаяся машина по броне. Здесь вообще пойди найди, куда его пробить, когда он стоит мордой. И что касается закидывать фугаса, не так уж и просто, по одной простой причине, потому что, когда вы вот так вот делаете, вам фугас особо кинуть некуда, когда он стоит к вам прямо так, чтобы пробить верхнюю его часть. Нижний бронелист, да, он тоже имеет там не сильно хорошую броню в прямой проекции, но в целом Кейлер отыгрывается очень бодренько. И, наверное, из-за этого у него довольно неплохой процент побед, как я уже говорил. КВ-5, он существенно, ребят, существенно дешевле, и я бы сказал, что отыгрывается плюс-минус точно так же. И Кейлер, когда я встречаю, допустим, КВ-5 в бою, он меня смущает гораздо больше, чем тот же самый АМХ. Я не знаю, разделяете ли вы мое мнение по данным машинам. Если нет или если да, в любом случае пишите комментарии, потому что ребята, которые пытаются принять решение покупать или нет, должны пользоваться не только моим мнением и не только вашим, а взвешивать все возможные высказанные мнения и только после этого тратить свою кровную голду. и я, честно говоря, придерживаюсь той же позиции. Сначала все взвесь, ну а потом тратил ту. Я уже говорил, что я голду тратить не готов, а готовы ли вы тратить ее? В любом случае, пишите свое мнение в комментариях. Спасибо вам большое за просмотр. Не хейтите меня, пожалуйста, за мое мнение и за то, что я не купил данные машины. Просто я не хочу реально тратить свою кровную голду на приобретение вот этого практически хлама. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего, мира вам и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok